Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Народ, всем привет-привет. 5 июля, 6.45 сейчас утра по московскому времени, минут через 30 обзор будет на канале, ну практически в прямом эфире. По традиции смотрим зону объема опционы, данная потопа техническая составляющая рынка, но смотрим все это коротко, без ответов на вопросы, так как нахожусь в отпуске, потому что вчера опять вопросы писали, а чуть, а где-то. Погнали. Так, сначала по моим позициям. Сначала позиция не очень приятная, не очень хорошая. Функт июна, моя вторая часть вот на стыке двух дней закрылась. Ну такое бывает, особенно по кроссам, вот такие сопли. У меня на трех терминалах, на трех брокерах есть такие сопли. На двух брокерах, которые я пользую, нет таких соплей. Ну вот на ручной торговле моя позиция вот таким образом закрылась. Вторая часть, первую закрывали несколько дней назад. Далее, выставил сейчас несколько лимитных позиций, довольно опасных по паре Евро-Канада. Это кросс. Пытаясь в рамках вот этого диапазона флеттого, да, от верхней границы попытаться поработать на продажу. Кто не видит здесь флетт, но, скажем так, то, что пытаюсь растроговать я. Вот она верхняя граница, вот она нижняя граница этого флета. И моя идея на данном маржинальном импульсе после отмены внутридневной растроговать вот такую двойную вершину на откате, пытаясь зайти в шоу-позицию с целями 43.67-43.00. Есть ли еще на сегодняшний день идеи? И да, такие варианты есть, присутствуют. Сейчас мы с вами все эти моменты разберем. Итак, сначала определяем тенденции. Евро не поменялось. Шорт фунт поменялось немножко. Внутридневной лонг у нас здесь добавился. Пока разнонаправленность. Ауди, смена тенденции. Новозел, лонговая тенденция. Ена в лонг. Канада, разнонаправленность тенденции. То есть второе, третье, вернее, изменение. Да, у нас из шести инструментов, скажем так, два показали внутридневную. И Ауди поменял тенденцию. Так, разнонаправленность по Чифу, разнонаправленность по золоту, серебро, шорт. Разнонаправленность по нефти, S&P в лонг, NASDAQ в лонг. В США, кстати, вчера был выходной день. Поэтому не ждите данных по опционам сегодня. Их не будет. Они появятся у нас только завтра. Но вот эти направления торгов мы будем использовать для поиска точек входа. Поехали. И первое евро. И если говорить о том, на что же у меня основной акцент, сегодня это евро. Идея вчерашнего дня не поменялась. Мы все так же ждем пробития минимумов позавчерашнего дня. И только в этом случае на откате буду входить в шорпозицию. Идеальной точкой входа будет уровень Депок. Но можно опять же здесь поработать по соотношению. Один к одному, один к двум. Каждый уже самостоятельно будет выбирать, как ему интересно поработать. Куда моя мышка делась. Вот она. Ждем пробоя данных минимумов. Один к одному. Где-то здесь будет вход. Можно заходить в позицию со стопом за вот этот максимум. Один к двум. Чуть повыше. Но идеалочка. Это конечно будет уровень Депок. Я буду из этого диапазона пытаться продать. Но повторюсь, жду перебой вот этого минимума. Тот алерт, который показывал вчера. На сегодняшний день все так же актуально. Какие риски? Опять же отсутствие информации это главный недостаток. 0,5 риск получается максимальный. Если мы посмотрим данные по толпе. В динамике небольшой набор покупателей. Есть вероятность вот этого отката. Нам это и нужно. То есть нам нужно, чтобы мы собрали вот эти стопики. Обновили минимумы. И потом собирая вот эти стопы. И сходив вот сюда. Убив, скажем так, прибыльных. Уже поработали шорт. То есть идея нам вот так от стопиков. Вот сюда сходить и пойти поработать. Евро. Хороший инструмент на сегодня. Довольно крупным риском можно поработать. И буду работать. Ну если, а, буду за компом. В какой-то момент, если это произойдет. Ну и если вообще мы перебьем эти минимумы. Далее. Далее. Далее британский фунт. Здесь отменяем эти идеи. Я ждал ложный пробой. Вроде бы вот он максимум обновился. И, ну или 1, 2, 3. Тут любой надо было ждать после обновления максимума пробития данных минимумов. Но сейчас, обратите внимание, закрепт выше, чем зона 1, 4. Для того, чтобы поработать на продажу. Из текущего диапазона выгодных цен нам нужно. Варианта 2. Первый. Это увидеть тест зоны 1, 2. Далее. Зигзагом ждем пробой. Вот этого минимума. И на коррекционном откате входим в шорт позицию. Цель 1, 25, 90, 1, 24, 70. Вариант 2. Если мы тупо закроемся ниже зоны 1, 4 красного цвета, на откате опять же будем пытаться работать на продажу. Это два варианта по текущему диапазону выгодных цен именно в шорт. В лонг от четвертины не рассматриваем. Вероятность теста зоны 1, 2 60%. Но будет, будет, без меня будет. На среднесрочный лонг, только если мы закрепимся выше, чем зона 1, 2. Уйдем, если просто прямым падением ниже, чем 25, 901. Будем искать точку входа на продажу уже из нового диапазона выгодных цен. По недостаткам. Отсутствие информации. Пока риск 0, 5. Больше таких глобальных недостатков нет. Что у меня здесь с опциончиками? Опционы не мешают. Давайте глянем данные по толпе. Здесь нет препятствий. Нет препятствий. И глядя на правый стаканчик, больше верится в то, что мы не отработаем 1, 2, а отменим 1, 4. Далее. Ауди против доллара. Смена тенденции. Необходимо перестроить полностью все наши данные. На вчерашний день ждали паттерн вот здесь на 1, 2. Ну, во-первых, депок не поменялся. Во-вторых, паттерна не было. Просто улетели, закрылись выше, без каких-либо возможностей зайти. С сегодняшнего дня будем искать точку входа в лонг. Недостаток. Сразу же понимаем это отсутствие информации. Все объемы у нас ниже на 1, 2. Но видим, вот они где объемы контракта. Поэтому идея номер 1. Ну, вернее, давайте скажу, что это единственная будет идея. Хотя, вот с точки зрения объемов, конечно, приятно поработать от 1, 2. И мы иногда совершаем покупки или продажи в объемы. Но объемы контракта вот сюда я покупать не буду. Поэтому вот эту идею точно убираем. Оставляем только 1, 4. Цели. Максимум цели. Недельная зона. По недостаткам отсутствия информации. И нужно глянуть данные по толпе. В динамике пошел набор продавцов. Все неплохо. 0,5 риска. Можно лонговать. Паттерн на 1, 4. Стоп за минимум. Вход от Депок. Новозеландец. Максимум обновились. Идеи вчерашнего дня. Но получше стало у нас здесь. И именно зона 1, 4. Мне максимально нравится. Обратите внимание, здесь у нас объемы контракта. Поэтому вот основная идея на сегодняшний день. Здесь ждем паттерн. По паттерну лонгуем. Цели. Максимум недельная зона. Стоп за минимум. Недостатки. Отсутствие информации. По толпе. Да в принципе нет недостатков. Тоже 0,5 риск. Можно работать. Иена. Ничего не происходит. Последние несколько дней. Я для себя также жду сценарий синего цвета. Это именно закреп выше недельной зоны. Ну давайте красным его нарисую. И потом вот таким образом поработать. Давайте этот сценарий оставим единственным верным. Единственным возможным для покупок. Все-таки из текущего диапазона. Вот ладно, когда у нас только-только перетекли сюда объемы. Но мы уже здесь третьи сутки стоим. Ничего не происходит. Никуда не двигаемся. Поэтому давайте вот ждать только ухода в закрытом выше недельки. И потом поработаем. В лучшем случае, значит, работа будет завтра. Канада. Кто вот здесь по первому 1, 2, 3 заходил. К сожалению, это убыток. Далее. Здесь не было пробоя данного максимума. Поэтому нового входа не было. Сейчас у нас есть внутридневной шорт, который с вероятностью в 60% произведет отработку 31.792. Если это будет. Работаем в лонг только после формирования зигзага на объемах. Вот на такой ситуации будем лонговать со стопом за минимум зигзагом. Цель максимума недельная зума голубого цвета. Отмена внутридневной так же, как и по фунту. Возможный вот такой сценарий, если будет закреп выше четвертинки. Но это завтра. Еще один вариант в лонг. Это если мы тупо уйдем выше максимума. Тогда будем работать из нового диапазона выгодных цен. О продаже начнем думать только после закрепа ниже, чем зона 1, 2. Вероятность чего больше? Отработки 1, 2 или отмены внутридневной. Для этого мы глянем на данные по толпе. И здесь мы видим небольшой набор покупателей за последние несколько дней. И поэтому я считаю, что вероятность отработки 1, 2, она выше. А вот будем или не будем покупать, ну опять же, вот это недостаток. Если мы говорим, что у нас здесь глобальный недостаток один, это отсутствие информации, то с точки зрения толпы риски еще немного уменьшаем. 0,25 оставляем по Канаде. Далее. Доллар против швейцарского франка. Ну опять же, ничего не делаем, пропускаем. Нефть. Нефть. Ничего, ребят, не делаем, пропускаем. Ничего. Сегодня... Ну, хотя давай так. Если мы вдруг уйдем выше, чем 71,826 на откате в новый диапазон выгодных цен, поищем точку входа на покупку. Вот этот вариант в лонг, оставляя о продаже, начнем думать только после закрепа ниже, чем зона 1, 2. Золото. Идея вчерашнего дня остается актуальной. Ждем изменения депок, ждем паттерн на 1, 2. Только после этого входим в шорт с целями минимума. Недельная зона о покупках. Начнем думать только после закрепа выше 1, 2. Серебро. Ничего нового. Опять же, те, кто вот здесь заходили, все так же. Рекомендация. Сидим, терпим. Кто пытались вместе со мной здесь заходить, понятно, позицию убрали. Изменился депок. Ну, а новые идеи, наверное, пропустим. Будем ждать закрепа выше 1, 2. Там поработаем в лонг. Далее S&P. На откате будем пытаться купить цели максимум плюс недельная зона. Выходной в США, предвыходной в США. Вот эти флеты, да, узкие, отсутствие движений. Ну, это первое. Что у них там? День независимости, да, буквально. Первое это подготовка, скажем так. Никаких явных движений. Второй день. Сам выходной. Ну, в общем, пока не лезем, ничего не делаем. Глобального. Но если мы упадем на золотой 1, 4 основной акцент. NASDAQ. Но тоже на золотой 1, 4 основной акцент. Здесь у нас, по крайней мере, есть какие-то объемчики. То есть основная идея поработать вот таким образом в лонг. Цели максимум плюс недельная зона голубого цвета. Отсутствие информации. Проблема с недельными акциончиками. Здесь 0,25 риск, не больше. Донжонс. Все не поменял у нас тенденции. Все, никаких изменений с объемами нет. Если хотите поработать на пробой, вернее, на продажу, ждите пробой вот этого минимума. Но я бы ждал все-таки закрепа выше 1,2. Там уже пытался работать в лонг. Газ. Отмена внутридневной тенденции у нас произошла. Но объемы все снизу. Посредний срок не работаем. Ждем. Если хотим продавать, нужно ждать новых минимумов. Я бы ждал закрепа выше 1,2, чтобы покупать. Так, рубль. Вчера ничего не сделал. Ну, опять же, сейчас, если мы зависим вот в этом диапазоне, да, и будет, если выход из этого диапазона вверх, то на будущее это будет неплохой диапазон для покупочки. Для того, чтобы пополнить счета и там 2-3-5% заработать на баксе только за счет его укрепления относительно рубля. Поэтому вот этот диапазон интересен, если мы здесь несколько деньков еще постоим, помучаемся, да, а там уже посмотрим, что с этим диапазоном делать. Вот такой. Так, далее что у нас по биточку? Ничего. Так. Ну, вот объемы все еще никак не могут у нас измениться. Хотя вот прям на тоненького. Если вы работаете медь, ну, подождите пробитие вот этих минимумов, и на коррекционном откате можно медь зашортить. Быстренько по кроссам. Здесь что? Смена тенденции по евро-фунт. Не было паттерна, не работаем. С сегодняшнего дня, если что-то делать, то шорт из диапазона выгодных цен. Здесь идея евро-алди отработала. Новая идея. На откате еще новую продажу. Недостаток удержания недельной зоны. Евро-иена. Повторюсь, лучше не лезть. Здесь очень узкий диапазон принятия решения. Между четвертинкой и техсломом буквально несколько пипсов пропускаем. Евро-Канада. Вот идея, в принципе, вчерашнего дня. Помните, тест 1-2, уход ниже, на откате входим в позицию. Теста 1-2 не было и отмена внутридневной, поэтому я сегодня просто на откате выставил несколько лимитных. Ну, 4 лимитки я выставил здесь на продажу соотношение 1 к 1, 1 к 2. Далее, ничего не поменялось. Фунт иена на коррекционном откате пытаемся ланговать. Ничего не поменялось. Ауди-кат на коррекционном откате пытаемся ланговать. Здесь ситуация стала немного лучше. Появилась информация. Далее, ждем по ауди-иена пробития данных минимумов. Если это произойдет, на откате буду шаркать. Почему сейчас у меня нет этой позиции? Потому что еще КМ не пробит, да? Но вот сюда алерт нужно поставить. Пробитие минимума вчерашнего дня. Хороший вариант для поработать на продаже. Ауди-нзад не нарисовал нам паттерн. Поменял тенденцию. На откате ищем шарк. И Канада-иена на откате ищем в лонг. На этом у меня все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова